За поражение в отставку своих должностей лишились два тренера хоккейной команды «Трактор». Кадровые решения приняты после третьего поражения подряд. На этот раз челябинцы на домашнем льду проиграли казанскому «Акбарсу». Подробности в обзоре спорта. Это кадры матча «Трактор Акбарс». Единственную шайбу челябинцы забивают в начале второго периода. Нападающий Вячеслав Основин реализует большинство. Но сохранить преимущество черно-белым вновь не удается. «Акбарс» сначала сравнивает счет, а в третьем периоде выходит вперед. И не дает «Трактору» шансов набрать очки. 1-2 победа Казани. Игра получилась боевая. Мало голов, не забиваем. Не забивая голы, тяжело выиграть матч. Создаем момент и реализуем. После этого поражения руководство «Трактора» уволило двух тренеров. Работы лишились ассистент главного тренера Владимир Цыплаков и тренер вратарей Томас Бьюр. Наставник челябинцев Андрей Николишин пока сохранил свой пост и будет готовить команду к следующей игре. Она состоится завтра. На домашнем льду «Трактор» примет «Тольятинскую ладу». Добавлю, что сейчас челябинцы опустились на предпоследнее место в Восточной конференции. А Магнитогорский «Металлург» продолжает победную серию. На домашнем льду хоккеисты обыграли Ярославский «Локомотив» со счетом 4-1. Причем три шайбы забросили иностранные легионеры. Войта Квольский, Ян Коварш и Оскар Олсалат. Четвертый гол на счету Сергея Терещенко. Благодаря этой победе «Металлург» поднялся на второе место в Восточной конференции. 40 секунд понадобилось южноуральскому дзюдоисту Олегу Ишимову, чтобы выиграть чемпионат мира среди молодежи. 22-летний южноуралец, он в белом кимоно, уложил на лопатки соперника из Хорватии и почти 15 секунд удерживал его. Это потребовало такого напряжения, что когда судьи объявили победу, россиянин долго без сил лежал на татами и не мог подняться. Соревнования проходили в Братиславе. Участвовали в них 300 спортсменов из 35 стран. Олег Ишимов выиграл золото в категории до 100 килограммов. Сезон лыж и сноубордов открыт. Трассы на курорте под Мясом заснежены и готовы принять и любителей, и спортсменов. Склоны Солнечной долины уже ценил профессиональный горнолыжник Павел Кропачев. Он выступал на Олимпиаде в Сочи в дисциплине слоуп стайл. Получил травму и в число призеров не попал. Сейчас впервые за полтора года встает на лыжи. Страшно немного. Столько времени не катался и сейчас пробовать прыгать, какие-то делать трюки. Не по себе немного. Курорт очень замечательный. Сделали заготовку. То, что столы уже с земляным профилем, это вообще супер отлично. Сезон начинается раньше, чем в других местах у нас в России. Трассы Солнечной долины сейчас готовят к крупным международным соревнованиям. В феврале Челебенская область впервые будет принимать Кубок мира по сноуборду. К турниру дополнительно построят новые трассы по ски и борткроссу. Проектировать их будут специалисты, которые работали на Олимпийских объектах Сочи. А сам горнолыжный курорт получил новую эмблему и символику. На самом деле, что нужно для идеального отдыха зимнего, это солнце и снег. Поэтому на нашем логотипе есть то и другое. Сделали много-много всего. Очень много объектов забронировали. Сейчас вы можете видеть, что все таблички, вся навигация, вывески и так далее. Этап Кубка мира стартует на Солнечной долине 18 февраля. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира. Заезды сноубордистов будет транслировать новый канал «Матч ТВ». Посмотреть турнир смогут 200 миллионов зрителей. В каком выступала? В этом нет. В этом тоже нет? В этом, в красном. В красном выступала? Да. Арина Кутепова достает красный купальник. Именно в нем она выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике для детей, страдающих синдромом Дауна. Только сегодня 16-летняя спортсменка прилетела из Италии. Там и проходили соревнования. Арина вспоминает, перед выступлением было страшно. Особенно пугали переполненные трибуны. Программу на брусьях девочка выполнила без ошибок. А потом сказалось психологическое давление. В дисциплине многоборья гимнастка не могла выполнить упражнения на бревне и опорный прыжок. Побороть страх помог тренер. Даже жесткое какое-то слово может повлиять, что она встрепенется. Как было вот на опорном прыжке. То есть у нас вообще на разминке он не шел почему-то. Хотя здесь из 10-10 она его делала. А там просто не могла. Я сказал, что я больше не поеду с ней. Если ты сейчас ничего не сделаешь. После этих слов Арина смогла сделать опорный прыжок. И в итоге привезла из Италии две медали чемпионата мира. Золото за брусья и серебро многоборье. 16-летней спортсменке удалось обойти 11 ровесниц из разных стран мира. Потом была бессонная ночь и перелет. А дома ее ждали праздничное чаепитие и объятия мамы. Наталья Кутепова рассказывает, что в рюкзак дочери всегда кладет иконку и крестик. А в планшет закачивает семейные фотографии. Верит, что это принесет Арине удачу. А что плачет? Слезы радости у тебя, да? Ты моя хорошая. Конечно переживает. Она очень эмоциональная девочка. Ей хочется выигрывать. Новые трофеи Ирина и ее тренер Григорий крепят на стену. Здесь уже целая коллекция. Награды завоеваны на специальной олимпиаде в Лос-Анджелесе и чемпионатах России. Антон Зубков, Надежда Головина, ОТВ.